Короче говоря, я звезда инстаграма. Я пришёл из садика. Вокруг сплошные разговоры про какой-то... Инстаграм! В общем, вы поняли. То родители Катю в сторис на горшке выставили, то Димкина фотка с утренника 500 лайков набрала. Все просто помешались на нём. Не, ну а я чем хуже? Мама! Мама! У меня есть якина, но это не яблок. Фраза «У тебя даже телефона нет для него» меня лично расстроила. Но я продолжал стоять на своём. Мама сдалась. Сказала, что инстаграмом ковёр не пропылесосишь и суп не сваришь. И отдала свой аккаунт мне. У неё на это времени всё равно нет. Я победил и чувствовал в себе великую мощь, способную победить тираннозавра. Так, посмотрим, что там у неё. Почти 3700 подписчиков. Не густо. Эх, мама, что бы ты без меня делала? Сейчас раскручу, раскачаю твой аккаунт. Первым делом нужны качественные фотки. Так, тыквенная кашка – это мой завтрак. На обед меня ждёт борсец. Творожок на полдник. На досуге я читаю книги. Много книг. Для эффектности должно быть много книг. Боулинг – моё новое увлечение. Пусть все знают, какие я выбиваю страйки. Селфи с друзьями. Селфи с подругой. Селфи с лучшим другом. Селфи с морковкой. Просто селфи. Ещё одно селфи. Селфи много не бывает. Эм, что ещё? Точно, творчество. Все должны знать, какой я творческий. Что творю и что вытворяю. Репродукция одной из картин Айвазовского. Автопортрет. Подсолнухи Ван Гога. Каляки-маляки. Высший уровень живописи. А теперь уборочка. Пусть все знают, какой я парень хозяйственный. А ещё смотрите, какой я смелый. Какую вершину покорил. И животных люблю. Кис-кис-кис-кис-кис. Пришёл с улицы. Ладно, фоток я уже предостаточно сделал. Пора выкладывать. Выбрал кадр. Решу назвать эту фотографию. Завтрак Марка Муромца. Ну что? Я же писать не умею. И буквы не все знаю. Как мне добавить описание? А, ладно. И так сойдёт. Всё, публикую. О, а вот и первый комментарий. Ну и кто? Кто тут звезда инстаграма? Сейчас мама прочитает его. Мама! Верни маме телефон. А то останешься без сладкого. Подпись. Папа. Короче говоря, я звезда инстаграма. Субтитры сделал DimaTorzok